Здарова, народ! И сегодня у нас крайне необычное сражение, потому что вы увидите здесь абсолютно всё. И крики в чате, и нереальную тряску, лютое волнение. Никто не будет верить абсолютно в нашего героя, а в развязке произойдёт такое, что перевернёт всё. Ни один из игроков в чате даже не догадается, чем всё закончится. Ну, в общем, всё внимание на экран. АМХ-1357 у нас сегодня очень интересная машина с крайне любопытным таким барабаном, который просто выплёвывает свои снаряды один за другим. Ну, у них довольно маленький урон. В целом, у машины снарядов немного. Урон ещё по 90, поэтому потенциально здесь много дамага не накидаешь. Ну, в принципе, так как танк лёгкий, нужно надеяться на засвет, поэтому давайте так и начнём. Что, собственно, и сделал наш герой. Стал в известнейшие просто кусты, которые позволяют неплохо подсвечивать тяжей. И получил люлетр. Ты на 434! Арта пятого уровня лев нам зашвырнула! Ёлы-палы, ребята! Арту понерфили! Да-да-да! Вот после этого момента прям чувствуется. Задом, знаете, прочувствовал нерф артиллерии на себе. Начало боя, честно говоря, такое, что после этого у многих уже опустились бы руки. И они бы точно пару раз долбанули по своему столику. Чариотер прямо перед нами. Довольно много у него ХП. Где-то он там прячется вдалеке, поэтому его не выцелить. Летят артиллерийские фугасы, и вот АТ-8 чешет. Честно говоря, мне кажется, ошибка нашего героя вот сейчас в том, что он пытается кидать по врагам, которые проезжают. Потому что логично, что большой шанс, что он после этого засветится. А я знаю, народ, как легко отлетают в ангар Элтехи, которые вот занимают эту позицию. Просто на раз-два-три. Это ему еще фартануло отделаться всего лишь плюхой от арты. Хотя какой плюхой, приличный такой. Но все равно, мне кажется, он бы мог отлететь просто как щепка от бревна в этот ангар. Так, 2-3 счет. В-1С. Да как вы так бортом, пацаны, катарить? Просто какой-то, я не знаю, помните старые вот эти автоматы, игра морской бой? Вот чисто мне это чем-то напоминает кораблики где-то вдалеке вот так вдоль нас проезжают, а мы в них накидываем. Вот и идеальный клон морского боя НР вот. Прям зацените сравнение. 4-5, там уже КВ-1С, но пока в один фраг мы проигрываем. Но больше всего, ребята, меня беспокоит момент, что вот этот фланг продавлен. Видите, 2-я, 3-я линия здесь уже под нашей базой, пацаны. Сейчас они 85-ку нашпигуют снарядами, и здесь у нас будет открыт вход к зеленому кругу. Ёлы-палы, надо что-то делать. Все, 85-ка там отлетает, а более ее по полной. Надо сейчас переезжать на другое направление. Тут наша команда нехило так щемится, прячется. Ну, давайте поедем, поможем ребятам. Так, а вот СТРВМ-42, прямо перед нами 29 хп от нее. И сейчас ее добирает арта. Ну, СТРВ, конечно, у нее там маловато шансов было, чтобы уцелеть. Так, машину не ломать, алло. Культурно проехал, ты гляньте. Ты гляньте, вы гляньте. Ох, какой он себе тут колобуду соорудил из деревьев. Лесоруб прям. Медаль лесоруба надо вводить в нашей игре. Повалить больше всего деревьев за один бой. Т-44. У-у-у, как же он нас зачекал, а? Т-44, просто ванга вместо заряжающего там сидит. Так нас проверил по кустам. Мы ж не светились, вы поняли? Блайданул чисто прям по нашу душу. Сейчас ее в морта там люля кебабов навесит. Ой, навесит. И мы разряжаемся хорошо. А вот это засвет, а это лампочка лича. Давай сваливай, братан, а? А то это лампочка. Э, ты куда прешь? Ну, это нарушитель, а? ДП... ДТП спровоцировал. 8-9. И сейчас Су-85 перед нами. Уловенькая чешет. Ну, сейчас она весь барабан впитает. Опять морской бой возвращается. Ну, мы тут, конечно, не до конца подбили 85-ку. Захват базы там идет, на самом деле. Если сейчас мы не пошевелимся, они просто в тупую возьмут базу и все. Суши сухари в ангаре. 30 секунд до захвата и все. Ну, там П-43 врывается, жертвует своим танком. П-43, конечно. Не, ну, медаль лесоруба точно наш герой заслужил. Я не знаю. Может, он по профессии лесоруба или когда-то был на Дальнем Севере. В известных местах. Шучу, шучу, конечно. Я ведь 10 уже. Ну, пока вот этот разрыв в один фраг, честно говоря, ребята, ну, не сильно, в принципе, и расстраивает. То есть, шансы реально есть. Базу отбили. Два артовода у нас пока целы. Еще и СУ-100. А что там по ХП? А вот по ХП ситуация похуже. По ХП мы горим. Там по 43, шотный, СУ-100 тоже мало ХП. Наш герой шотный, даже артовод он умудрился люлейно получать. В целом, посмотрите, вот наша полоса, вот у них. Целая кладовая ХП. Ёлка пишет, если вытащим, то сходит за бутылкой. Не одобряю, не одобряю. Мы за трезвый образ жизни. Да? Или нет? Кто знает, кто знает. Ладно. Оставим такие шуточки. Давайте посмотрим, что наш герой делает, потому что, видимо, у него тут какая-то хитрейшая тактика просто. Ёлы-палы, лампа Ильича опять нас беспокоит. Ты будешь делать, да? Там-то и 71 на базе. Куда ФК стоит. Поехать, что ли, впердолить ему барабан, а? Будет наш герой так и рисковать. Не, я понимаю, что он, скорее всего, за артой приехал, да? А вот и... А вот и сладко! Как же это приятно, ребята! Просто удовольствие, вот лучше кекса приехать и наказать того артовода, который тебя дрючил весь бой. Помните, как лев нам засадил в начале боя, и вот добраться до него, да и до его гнезда. Давай вот, на тебе, на, с максимальным удовольствием, прям до дрожи. Приятненько. Согласен, не ну, ребят, по-любому, по-любому многие согласятся с тем, что наказать того самого артовода, того гада. Очень приятно. Су-85, ваншотная, лови подарочек, нормалды на 65. Опять лампа Ильича, да чего ж ты будешь делать? Чего ж ты так загораешься-то? Что за электричество будет платить? А вот М44, М44, ну ты не слишком-то в вангу-то поверил, а? Кидает, фиг пойми куда. А он заныкался за вагонами. Уголь тырит, наверное. Так, ладно, сейчас кодешимся. А снарядов всего 10, ребят. 4 врага, последний барабан. Казалось бы, 4 врага, 10 снарядов, все нормально. Но только не на АМХ-1357, где пулики, я не знаю, из гвоздей сделаны. Поэтому они так мало дамага наносят. Так, а вот и ВЗХ. Кешет на нас. Каждый снаряд надо реализовывать, и то не хватит. Не, зацените, вот 4 снаряда только на этого ВЗ. И не факт, что мы его сейчас добьем. У него 95 хп. А у нас альфа, посмотрите, как раз 90, а у него на 5 хп еще больше. Если пройдет выше среднего, то может добьем, а так может и нет. Смотря куда, удача повернет. И тогда у нас будет... А у нас уже снарядов нет, 6 пулей. Тогда будет вообще 3 врага, 4 снаряда. Т-71 фуловый стоит АФКшный на базе. Что там союзники пишут? Давайте глянем. Пидец у одного наступил. Уже там у елочи. 55, дружище, уходи оттуда. Арту ты не достанешь, а базу возьму. О, советчики, советчики пошли. Народ! Сейчас посмотрим, что будет с захватом базы. Давайте. Удается сбить нашему герою. И сейчас 5 снарядов на 3 врага. Финальная развязка. Перед ней я возьму паузу буквально на 4-5 минут. Расскажу вам информацию о голде. И потом мы вернемся и обязательно в этом видео досмотрим бой до конца. Поэтому оставайтесь никуда, не переключайтесь. Ребят, мы с вами на воткит.ком, потому что здесь акция. Жаркий август. Буквально последние денечки. И сейчас будем открывать контейнеры. Смотреть, что же здесь выпадет. 50% скидочка просто на все. И первый контейнер, что у нас здесь. Ай, полтинничек голды. Но ничего, у нас еще есть много попыток. Продолжаем выбивать золотишко. Шкода, Валентайн 2. Ну, не очень насыщенный контейнер второй. Может, Шкоду, конечно, получится выбить. А ну, повезет? Нет. Давайте по центру ударим. И здесь соточка голды. Ну, соточка тоже нормально. Давайте дальше. Сто не пятьдесят. И с шестой зацените, ребят, есть в списочке. Неплохой вариант. Очень неплохой. Давайте на пятый. Может, здесь? Нет, здесь пятихата. Пятьсот золота. Учитывая, сейчас будет еще бесплатная игра. Здесь каждая шестая игра бесплатна. Поэтому можете участвовать. Как раз пять на пять пополняйте. Комокод вводите. И вообще отлично. А играйте шесть. ВС-121 Джефти. Нифига себе. Начинаем жаркие контейнеры открывать. И забираем почти восемь тысяч золота. Все прям танки. Здесь почти все можно выводить в голде. Видите, вот написано, сколько голды вы за него получите. Потом либо купите, либо потратите, как захотите. Очень удобно. Ну и давайте на этой позитивной ноте покажу вам победителей розыгрыша голды. Вот они. На экране поздравляем, ребят. А в этом ролике тоже проходит розыгрыш. Лайк, подписка, колокольчик. И позитивный комментарий. С игровым ником и дед ВКонтакта. Пятьсот голды выбил. Как всегда, простые условия. Забираем. Кстати, на вот кит еще можно получать золото вообще на шару. Для этого листайте вниз сайта. Здесь ежедневная раздача призов. Жмете кнопку участвовать и все, собственно, вы участвуете в раздаче голды. Классная штука. Давайте второй контейнер открываем. Здесь тысяча золота. Тысяча, тысяча, тысяча. Едем дальше. Третий контейнер из, ну, до бесплатного. И сейчас здесь три примтанка было. Ну-ка, давай. Так. А где был у нас ВЗ? Давайте вот сюда. СТРВМ-42 выпадает. ХВК было бы получше, но все равно. 3-300 голды. Очень сочно. Забираем, конечно же. Забираем. Давайте дальше. Ревел Резетты 26Е5. Два неплохих танчика сейчас. Списки на получение. Если получится, конечно, выбить их. Найти. По центру. Ай, полтинничек, полтинничек. Так. Круп Ваффентрагер. Давайте. Сейчас сложно уследить, конечно, куда он улетает. Так. Давайте вот сюда. 100 золота здесь. Ну, ладно. Давайте. Тем более шестая игра. Бесплатная. Сейчас, может, повезет. Опять. Давайте. 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 Куда? По центру? Четвертый. Давайте четвертый опять. Тысяча золота тут. Тысяча. Нормально. Три премтанка в списке. Хороший шанс. Очень хороший выбить. Только, пожалуйста, не самый маленький. Или не в те мелкие призы с голдой. Сюда. Локас. Да блин. Вот они рядом были. Игл 7 и СУ 100 ИГР. Да елы-палы, а? Ладно. Успокаиваемся. Уже один премтанк есть. Уже мы сильно окупились. Но хочется очень сильно. Давайте куда? Второй. Давайте первый. Первый откроем. Тысяча золота здесь. Нормально. Тысяча, я считаю, хорошо. Косарь голды нормально. Лучше, чем локаст. По крайней мере, который нам выпал. Кстати, тут и на другие варианты контейнеров очень большие скидки тоже. Что золото у нас здесь? Например, вот посмотрите. Контейнер с танками. В два раза. В два раза на него скидка. Посмотрите, он очень дорогой. Тут только премтанки. Только премтанки выпадают. Вообще имба. Вот на контейнер с золотом тоже отличная скидка. Давайте. Ребята, кстати, если вы будете пополнять счет на воткит, здесь очень есть у меня для вас крутой промокод, который дает подарок каждому при пополнении. Он написан в закрепленном комментарии. Там же и ссылка на воткит. Ну, давайте сейчас покажу. В общем, вот тут вверху справа жмете кнопку пополнить. И сюда нужно ввести именно вот этот промокод. Только его. Заметьте, только он. Вот правильно. Так. Вот так. Нет, не вот так. Ташка опечатался. Вот. Бомбилка. Промокод. И сразу, как вы его вводите, видите, вам пишут бонус к балансу. Как только пополните. Причем действует на любую сумму абсолютно. Обалденный промокод. Реально советую каждому его использовать. Очень хороший бонус дает. Еще, кстати, на воткит работает. Очень много на каких сайтах. На вотголд, например, тоже. И на воткит, и на вотголд можете по нему получать бонус. Открываем дальше. В общем, если что, этот промокод также в закрепленном комментарии написан. Там и ссылка на воткит, если что, тоже есть. И тут у нас что? Один день према. Давайте бесплатный контейнер откроем. Здесь Матильда, Т2 Лайт. Ну, не очень солидный призыв в бесплатном. Но не стоит забывать, что мы уже неплохо поднялись сегодня. Были хорошие контейнеры. 50 золота. И хочу еще в финалочке открыть один контейнер с танками. Уж очень крутая скидка. На него очень большая. Поэтому прям хочу попробовать. Все-таки здесь все пять вариантов. Это прям танки. Гарантированный танк. Очень-очень крутой контейнер. И сюда. ФФ4202 народ выпадает. Я говорю, контейнер с танками очень крутой. 6500 голды. Офигеть. Вот этот джекпот в конце урвал. Забираем, конечно же. В общем, используйте промокод. Главное, вот этот промокод обязательно ввести. Из него ничего не получится. В закрепленном комментарии, если что, можете с экрана переписать, как попасть на воткит. Либо вот просто вводите в Яндексе, в поисковике, воткит. Вот, можно даже на русском, по-моему, сайт найдет. Промокод был на экране. Тоже можно с экрана переписать. Ну что, возвращаемся. Смотреть бой. Итак, продолжаем сражение смотреть с вами. 12-14 счет на табло. 1 против 3 нас герои. По хп одни явно в большинстве, я думаю, по снарядам тоже. Поэтому давайте просто насладимся финалом и узнаем, чем же закончится. Ёлка пишет в чат, тяни на ничью. Посмотри, Ёлка просто обезумел. Орет и орет там в свой чат. Просто не успокаивается. Вот сейчас за ртой. Вы как кто-то видел, сколько у него. Просто Ёлочь нас поддерживает. Своими выкриками в чате. Но пока предлагает только потянуть на ничью. Больше ни на что. Опять вот пишет. Можно заточить на ничью. Сколько снарядов. Есть одна обойма. А у него. Его. Две польки. Две. И вот сейчас финалочка. Заряжаются те самые два снарядика. Не хватило нам 8 снарядов в обойме у танка. Не хватило нам еще 6, чтобы была полная обойма. И как раз проходит Альфинушка. Добираем ВК-3001H. Нормально. И сейчас разборочка с Т-71. Засвета у нашего героя. Три минуты до конца сражения. И вот сейчас что же он будет делать. Ну понятно, с одной пулькой мы не справимся. Поэтому просто захват базы. Давайте ускорим этот момент и досмотрим конец. Вот такая победа в итоге получается у нас. Захватил наш герой просто базу. Давайте глянем итоге. Никто не верил. Они просто думали хотя бы ничью. Кричали в чат хотя бы ничью. Но он заточил. Однозначно палец вверх. Ну и вот ребята у нас захватчик, защитник, основной калибр, поддержка, дозорный, колобанов, паскучий, мастер, обалдеть. Без снарядов затащил сражение. Ну благодаря ФКшному Т-71. Вверху справа прошлое видео. Кто не видел, зайдите гляньте. Заглядывайте также в закрепленный комментарий. Там очень важный промокод. Ну а мы увидимся с вами в новых роликах, которые очень скоро будут на канале. Пока народ.